Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на фильм Фарго от режиссёров Братьев Коинов. Вы знаете их по фильмам Старикам тут не место и Большой Любовский. Естественно, чтобы не затекивать обзор, я хочу сказать, что с самого начала мне он же нравится, этот фильм, поскольку он очень атмосферный, мне кажется, и локации выбраны довольно-таки неплохо, а также музыка, которая играет в самом начале, просто шикарна. С самого начала уже понятно, кто будет главным персонажем и кто будет второстепенными преступниками, короче, в этом фильме, и, в принципе, это уже хороший режиссёрский ход, поскольку по подбору актёров и по их выражению лица, актёрской игре и так далее, уже понятно, кто брезгливый такой, замкнутый человек и кто такой брутальный, опасный преступник. Короче, сюжет можно понять с самого начала, поскольку он проговорился буквально в этой сцене, а именно наш главный герой хочет, чтобы его жену Якоба похитили, а он половину выкупа её отца забрал бы себе, а отдал остальное всё им. Позже нам показывается вот этого главного героя, который выпрашивает деньги у отца своей жены, и это очень странная сцена, поскольку он постоянно докапывается до отца за то, что он ему денег не даёт. Позже мы наблюдаем за похождениями вот этих главных злодеев в этом фильме, поскольку они очень харизматичны, мне кажется, но я их презираю, потому что в конце будет жесть. Что могу сказать об этом удачном, который посвящает всё-таки к каким-то незнакомым людям свои услуги, он говорит, что хочет посоветоваться с кем-то, и нам раскрывает его как тряпку и как обманщика, который вымогает деньги у остальных людей. Позже идёт сцена разговора матери с сыном, которая очень скучная, поэтому перейдём к следующей сразу, где разговаривает вот этот главный герой с отцом своей девушки, и он предлагает ему новой сделки, которая может обеспечить его на много дней. Позже нас знакомят ещё с одним персонажем, который познакомил, в принципе, вот этого главного героя, неудачника с другими персонажами, то есть со злодеями, которые будут устраивать жесть на протяжении всего фильма. Короче, позже нам показывают вот этих мужиков, которые всё-таки преступники, которые якобы должны исполнить их грязную работу. Кстати, когда они уломились в дом к этой девушке, они пытаются её удушить, это очень жестоко выглядит, особенно когда они попытались её сбросить с лестницы, я подумал, это реально какой-то боевик очень жестокий, и в этом заключается и первая шок-сцена фильма. Короче, герой пытается снова взять и попросить денег у отца девушки, которую похитили, и, в принципе, это у него не получается сделать. Короче, главный герой приходит в дом и пытается созвониться с какими-то людьми, которые причастны к похищению. Позже нам показывают, как эти самые люди просто пытаются избежать полиции. Это очень жестокая сцена и одна из самых шокирующих сцен в этом фильме. Естественно, они пытаются скрыть следы преступления, но свидетелей они тоже не должны оставлять, поэтому они с ними быстренько расправляются. И, короче, у нас знакомит главный героинь полицейской, которая всё-таки будет расследовать это дело. Мы будем наблюдать за их разговорами ненужными иногда и за очень интересными расследованиями. Например, как это, где главная героиня просто приходит, пьёт воду и говорит, что здесь кто-то умер. Это очень по чёрному юмору смешно, но на самом деле я давно не смотрел таких странных вещей. Короче, позже нам будет показывать, как наш главный герой отговаривает отца вмешиваться в их авантюр, который он якобы создал. Но она-то уже становится кровавой, поскольку эти маньяки, они уже убили много людей, и им оставлять это жёта в живых нет смысла. Так как главный герой, они шлялись по всем борделям, и приходит информация, что можно в этот клуб заехать и расспросить там всех девушек, которые, в принципе, в этом клубе. Увлекают, короче, клиентов, так сказать. На следующей ночи звонят, короче, главной героине и говорят, что вот нашли ещё некоторые улики, поэтому нужно кое с кем поболтать. Полицейский начинает обзванивать главного героя, типа, почему он не предоставил номера машины, и куда нам, в принципе, машина-то делась. Он, короче, отмазывается, говорит, что всё на попозже отправил, но на самом деле мы это понимаем, что это не так. Как я и сказал, все узнали о том, что похищена жена главного героя, и, в принципе, они решают, кто пойдёт её забирать. Позже она показывает, конечно же, опять, как они пытаются через границу выехать. Полицейские, естественно, пытаются найти преступника, они допрашивают владельца машины и того, кто отдал те адреса главных злодеев. В принципе, они говорят, что убили кучу людей, короче, а он в это до конца не верит, но позже всё-таки ломается и начинает верить. Так вот, короче, главного героя допрашивают, и он, в принципе, не может знать, где машина. И на этом сцене заканчивается. Позже главная героиня не разговаривает с кем-то знакомым. Это тоже не очень интересно, поэтому опустим эту сцену. Короче, я не знаю, вот люди, которые постоянно по клубам шляются, они выглядят, наверное, примерно так же, как главные персонажи этого фильма. Особенно, когда их бьют ремнём, это очень смешно выглядит, особенно в этой сцене. Короче, отец этой девушки пытается отдать выкоп, но у него это не получается, и выходит вот такая вот отличная сцена, как по мне. Где моя дочь? Я больше не шучу. Бросай чемодан. Где моя дочь? Да пошёл ты. Где Джерри? Я дал простые и точные инструкции. Где моя дочь? Не будет джин, не будет денег. Бросите чёртовы деньги. Нет джин, нет денег. Ты что, думаешь, это какая-то шутка? Ты меня ранил, сволочь. Как вы поняли, они молчат всех, кто попадает им на пути, или мешает их пути и так далее. Но полицейские всё-таки не дремлят и пытаются раскрыть это преступление, и ему это удаётся только тогда, когда уже становится слишком поздно. Короче, приходит полицейская к главному герою. Это очень скучный допрос, но очень напряжённый, можно сказать, поскольку для главного героя это стресс очень сильный. Главные злодеи, естественно, пытаются поделить деньги, которые они получили, и они спрашивают, что случилось с этой же жертвой, поскольку явно видно, что она уже умерла. Но он говорит, что всё-таки она должна наполовину поделиться вместе с машиной, и, в принципе, наш главный персонаж, который был злодеем, умирает. Сразу показывает потом, как он избавляется от двоих трупов, и это очень жестокая сцена, поскольку он их в лицепилке просто расширпляет, и всё. Естественно, этого идиота, короче, ловят, и я уже устал смотреть этот фильм, хоть он и интересный, и большинство сцен мне очень даже нравится. Но этот фильм заканчивается тем, что главного героя просто ловит, из-за его идиотской, и, ну, неудачный, короче, неудачный выбор он сделал. Я уже замучился это описывать, поскольку фильм реально остросюжетный, и нам показывают, как полицейская просто лежит рядом со своим мужем, и мечтает о ребёнке. Но фильм мне очень понравился, на самом деле. Есть сцены, которые прям очень затягивают. персонажи даже без актёрской игры понятно, кто кем является. То есть, фильм реально очень интересный, очень продуманный, и очень сложный, так сказать, для просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok